Ну что ж, а теперь мы с вами приступаем к изучениям особенностей французских звуков и начинаем с согласных звуков. Итак, мы сказали, что во французском языке 17 согласных звуков. Какие нам нужно знать особенности согласных звуков в французском по отношению к русским? Подчеркиваю эту мысль. Итак, французские согласные не смягчаются. Если в русском языке у нас есть гласные, которые могут смягчить предыдущую согласную, посмотрите на слово «гитара». Согласное «г» произносится как «гитара». То французские согласные не смягчаются ни в какой позиции. То есть «г» будет произнесена очень чётко. «Гитар». Такое ощущение, как будто после «г» мы произносим «ы». «Гитар». Дальше, следующая особенность – это то, что французские согласные не оглушаются. Если в русском языке мы скажем «гараж», несмотря на то, что в конце слова написана буква «ж», то французское слово мы прочитаем «гараж». «Ж». Обязательно эту «ж» осванчив. И ещё одна особенность, что французские согласные звуки образуются как согласными буквами из тех, которые мы с вами видели, так и сочетаниями этих букв. Вот три важных основных правила. Я прошу вас держать под рукой ручечку и бумажку и записывать вот эти нюансы, чтобы потом нам можно было успешно выполнить тест в конце урока. Поэтому будьте очень внимательны. Идём дальше. Итак, первая группа согласных. Назовём их шумные согласные. Такие группы присутствуют и в русском языке. Сейчас я их произнесу, и вы поймёте, о чём я говорю. Итак, первая группа – Б, П. Вы видите квадратные скобки. Эти квадратные скобки обозначают именно звуки – Б и П. А вот внизу вы видите буквы, которыми представлены эти звуки. И звуки эти представлены буквами П и Б. Итак, группа – П, Б. Вторая группа – Т, Д. Тут такое же буква-сочетание, как и в русском языке. Вернее, такая пара шумных согласных глухой и звонкий. Т – глухой, Д – звонкий. Посмотрите, какими буквами они образуются. Они образуются либо буквой Т и Т-А-Ж для звука Т, либо буква Д даёт нам звук Д. Третья пара – Ф, В. Звук Ф образуется либо буквой Ф, либо сочетанием П-А-Ж. И звук В образуется буковкой В. Вот они, три пары шумных согласных. Снижается, собственно, – Продолжение следует...